МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мой коллега Олег Прохоренко со ведущей программы. И в студии сейчас находится Иван Полушкин, управляющийся владелец бара, конструктор, практик. Мы сегодня во второй части программы пытаемся связаться с Ольгой Сандаковой, директором кейтеринговой компании Оля-ля. И по-прежнему пытаемся связаться с Андреем Несветаевым. Культура гостеприимства. Это куркума, сулугуни, дача, фабрика, арт-кофейня и вкусно-блин. Ну, собственно говоря, смотрим на ситуацию с сегодняшнего дня. С сегодняшнего дня, как мы говорили, мы отслеживаем в ежедневном режиме, потому что все меняется. И федеральные меры поддержки, и региональные, как нам говорили две недели назад в программе «Разворотный бизнес власти» в лице Натальи Михайловны Кряжевой, министра предпринимательства. Каждый день обсуждаются какие-то меры, принимаются какие-то решения, и каждый день сыплется и в министерство наше, и в наше правительство, и в федеральное предложение предпринимателей. Кое-где в каких-то регионах принимаются собственные меры, как вот нам приводил премьер Илья Риткин в первом часе. Например, в Удмуртии по налогообложению, по упрощенке снизили ставку процента с 6 до 1, например. В Нижнем Новгороде ввели минимальную оплату труда для поддержки сотрудников общепита при переориентации предприятий на новые виды работы, вплоть до санитарной обработки подъездов даже, чтобы сохранились просто сотрудники в этих предприятиях. И это очень важно, как сохранить сотрудников. Кроме того, мы понимаем, что, конечно, арендная оплата за помещение, что очень важно для общепита сохранить всю эту площадку. И что касается оплаты ЖКХ, то здесь пока все неизменно, платить нужно, платить приходится. И речи об отсрочке платежей не идет. Вот в конструкторе практик отключили электричество, как мы сегодня узнали. И мы напоминаем радиослушателям вопрос, который задавали уже в начале программы. Пожалуйста, если хотите поделиться своим мнением, если в сегодняшних современных условиях, предположим, после 24 апреля, все-таки какие-то послабления будут, и какие-то сферы общепита будут открыты, готовы ли вы пойти в кафе, бар, ресторан, как это было до введения карантинных мер. Ну вот я не зря сказала, что в режиме онлайн сейчас тоже... А, 211-101, телефон, телефон, редакция. Да, 211-101. И мы рассчитываем на вас, наши слушатели, потому что, как я уже сказала, в режиме онлайн сейчас происходит буквально нон-стоп совещание. И то же самое с нашими спикерами, которых мы представили, и Ольгу Сантакову, которую мы ждем, и Андрея Несвятаева. Прямо сейчас у них селекторное совещание. Вообще-то у кого-то с Москвой, у кого-то со своими партнерами. Они, к сожалению, прямо сейчас выйти с нами на связь не могут. Хотя нам очень интересно было бы послушать про то, как чувствует себя о-ля-ля, потому что вот мы начали уже обсуждать эту тему в первом часе о доставке еды. Как раз эта сфера плотно была занята в Кирове компанией Оля-ля, кейтеринговой компанией. Они на этом специализировались. И вот что происходит сейчас с доставкой, от нее бы, конечно, хорошо было услышать. Но, похоже, это не получится сделать, но обсудить мы это точно сможем. И тогда к вопросу, который озвучил уже Олег, пошли бы вы в кафе, если бы сейчас их открыли, приняв мер безопасности, названные нами. Да, это ограниченный вход, рассадка через стол, обслуживание в перчатках и в масках официантами. Второй вопрос – это по доставке еды. 211-101. Заказываете ли вы сейчас на дом доставку еды? Здесь есть еще одно направление. Понятно, что сейчас я, насколько слышал, и хотел Ольге этот вопрос задать. Надеюсь, что у нас это получится. Они оказывали поставку еды врачам, которые работают в госпиталях. И это тоже такая сфера бизнеса, которая на данный момент возможна, если это, конечно, не благотворительный проект в данном случае с их стороны. Потому что была история, а у нас, по-моему, есть звонок, а потом эту историю расскажу. Да, у нас сейчас на связи, слава Богу, Андрей Несвятаев, культура гостеприимства. Андрей, добрый день. Алло. Добрый день, Андрей. Рады, что вы на связи, пусть даже в режиме самоизоляции. Как живете сегодня, чем? Потому что ваш эмоциональный пост по закрытию фабрики, которая уже не откроется никогда, мы даже процитировали в эфире. Как настроение? Ну, я как предприниматель, как руководитель, мне депрессовать и грустить нельзя. Мне надо думать, делать, прогнозировать. В общем-то, этим мы пытаемся заниматься, пытаемся представлять, что нас ждет, и как-то заранее пытаться изменить работу под наступающее будущее. У вас достаточно много точек, причем очень разноплановых. Это и кофейни, и кафе, и рестораны. Понятно, что фабрика, насколько мы понимаем и слышал от многих экспертов, это был такой проект образцово-показательный и немножко даже, не скажу убыточный, но, наверное, на грани рентабельности. Но наверняка есть проекты, которые все-таки были более рентабельными и которые вы намерены сохранить в будущем. Так это или нет? Ну, в принципе, близко к правде. Фабрика действительно на фоне вложений и сколько было вложено, действительно, не сильно рентабельный проект получился, потому что мы его начинали в одной экономике, открыли в другой экономике, это был 2016 год. Поэтому, конечно, наши планы немножко не реализовались. А в текущий момент как раз и закрываемся, потому что хотим сфокусироваться на других проектов, которые действительно более прибыльны. И, в общем-то, кроме от фабрики кофеен, больше ничего закрывать не планируем. И даже если до осени просидим в изоляции, я думаю, что все равно все откроем. Каким образом вы сейчас... Понятно, что для сферы общепита очень важный капиталоемкий ресурс, это люди, которые работают. Каким образом вы на данный момент сохраняете костяк коллектива? Ну, это действительно самое больное. У нас практически везде уже запущена доставка. На следующей неделе из кафедача запустим доставку. И это нам позволяет хоть какие-то деньги зарабатывать, чтобы сотрудники хоть какие-то деньги получали. То есть доставка, это, конечно, не про прибыль и не про возвращение каких-то оборотов, но это хотя бы позволяет зарабатывать минимальные деньги сотрудникам. Да, у нас в студии сейчас вместе с нами Иван Полушкин. У него есть реплика или вопрос. Андрей, здравствуйте еще раз. Мне просто интересен такой момент. Стали бы вы в данной ситуации вообще открывать доставку других заведений, если бы у вас уже не существовала доставка сушилки? Вот так как... Я объясню, почему. Потому что мне кажется, что в данной ситуации у вас получается, что у вас есть некая механика работы, логистическая в том числе, и поэтому вам как-то транслировать на другие проекты проще. То есть открывали бы вы в других проектах именно доставку, если бы такого опыта не было. Вот момент. Да, открывали бы в любом случае, потому что иначе нам просто надо закрывать и всех сотрудников куда-то отправлять. Потому что я честно думаю, что мы будем закрыты месяца два, наверное, в лучшем случае. И доставка – это то, что позволяет выжить. И на ней задействованы, на самом деле, курьеры. Это наши же бывшие официанты и повара. Администраторы работают операторами. Ну, кухня работает на кухне, поэтому все сотрудники при деле. Доставка не требует привлечения каких-то новых ресурсов и сил. И, ну, вот сегодня, кстати, еще там определенное кафе заявили, что доставку запускают, которую раньше не планировали. Например? Так что это... Ну, вот сегодня мамина кухня, то есть царское село и... Колесо. Колесо начали, да, предлагать самовывод или доставку. Хотя вначале они просто закрылись. Но, видимо, сейчас тоже приходит осознание, что долго придется быть в изоляции, поэтому приходится запускать доставку. Ну, вопрос Ивана совершенно логичный. Мы начали обсуждать вот эту сферу деятельности общепита как доставку еще в первом часе. Мы с Павлом Дорофеевым ее обсуждали. Он сказал как раз, что тоже не организовали, но пока транслируют это через каналы, которые, ну, низкобюджетные, это через социальные сети, через паблики, сами развешивают объявления. И пока, конечно, сокращение, вот те цифры, которые он озвучил, сокращение примерно, ну, чуть не в сто раз оборота. То есть это пока очень тяжелая сфера, новая для него, по крайней мере, у вас-то маломальский опыт есть. Ну, доставка, где ее раньше не было, она действительно дает там 10-15% старого оборота. Пока максимум. Это то, что можно получить. Но еще, наверное, важный момент. Доставку стоит запускать, если есть какие-то конкурентные преимущества, известный бренд популярный, либо какая-то уникальная кухня. Например, у кофейной фабрики, ну, нечего было просто водить на доставку, поэтому оттуда в любом виде это было бы нецелесообразно. То есть, например, фабрика продавала все-таки в первую очередь эмоции, впечатления и настроения, это не доставить. А другие проекты, например, Куркума, это восточная кухня, Сулагуни, грузинская кухня. Вот по даче мы тоже сейчас думаем, да, у нее не было такого, какого-то УТП четкого по блюдам. Поэтому нам сейчас приходится думать, а в чем может быть сильная дача и именно по этим категориям работать. Потому что открывать еще одну доставку пиццы или роллов действительно нецелесообразно. Я хочу обратиться к радиослушателям, кто нас слушает. Если у вас есть возможность, то воспользоваться теми предложениями по доставке еды, которые есть на сегодняшний день. Этим вы не только себя поддержите вкусной и полезной едой, но еще и поддержите тех рестораторов, которые в будущем смогут выжить. И, наверное, вы сможете прийти к ним в гости. Здесь очень нужно подчеркнуть, что не просто рестораторов владельцев, а всех сотрудников, которые работали и пока еще остаются в статях. Я скажу больше экономику. Экономику. Совершенно верно. У меня вот какой вопрос. В первую очередь сотрудников. В первую очередь сотрудников, конечно. У меня вот какой вопрос, Андрей. Что касается, снова говорим, продолжаем говорить о доставке. Прошли такие вести, что в Кировской области заходит Яндекс.Такси, а это федеральный игрок. Яндекс.Еда, наверное. Ну, Яндекс.Еда, Яндекс.Еда по, собственно говоря, развозке, доставке еды. Что вы об этом слышали? И если такой крупный федеральный игрок заходит, как это скажется на рынке? Ну, наверное, это позволит каким-то ресторанам, которым сложно организовать свою логистику, временно сделать какие-то предложения. Но на самом деле мы не планируем работать с агрегаторами. То есть это достаточно такая фразитичная модель, которая по факту потом просто убивает бизнес. Мы становимся таким бизнесом на аутсорсинге на самом деле. Поэтому я думаю, что сильно рынок не изменит. Доставки, которые были сами по себе всегда, они и будут работать сами по себе. Какие-то слабые игроки, либо игроки, которых не было доставки, они, возможно, будут пользоваться Яндекс.Идой, их сервисом. Но не думаю, что это будет прям глобально. И скажу больше, мы сейчас пробуем в каком-то виде сделать свой агрегатор, в котором на первом этапе свои все бренды объединить, а потом предложить участвовать там и другим кировским компаниям на символических условиях, условно говоря. Свой агрегатор, еще раз поясните, что это такое? Сайт, на котором пользователь может посмотреть все кировские доставки, выбрать то, что ему необходимо. То есть копия Яндекс.Иды и Деливеры, но для ресторанов на лояльных условиях. Так, хорошо. А сейчас кто является вашими основными заказчиками по доставке еды? Кто эти люди? Это частные люди, это офисы, работающие компании до сих пор. Или бюджетные учреждения? Да пока все, как и раньше, в общем-то, все заказывают. И домой заказывают, и в офисе заказывают. То есть мы аналитику делали, в принципе, спрос и в дневное время вырос. Потому что, видимо, людям некуда в кафе идти на бизнес-ланч, они заказывают на компании домой. И вечерний спрос тоже вырос. А, спрос вырос. А можем мы говорить о процентах, на сколько он вырос? И видим ли мы тренд увеличивающийся? То есть это спрос стремительно растущий или колеблющийся? Ну, грубо, наверное. Мне кажется, что спрос на доставку вырос в процентах на 30-40. Но это временное явление. То есть когда люди не смогли, не могут ходить в кафе, но у них еще остались деньги. Но в мае, когда люди начнут получать апрельские деньги, точнее то, что от них осталось, я предполагаю, что спрос на доставку очень сильно снизится. Ну и, в общем-то, опыт европейских стран Америки тоже говорит о том, что вначале был взрывной рост у доставки, но потом она постепенно снижалась. И к концу карантина, в текущее время, она упала ниже уровней до карантина. – Получается, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. А от властей вы какую-то помощь из того пакета, который, понятно, федеральные власти предлагали, использовали ли или намерены? И второй, наверное, вопрос – что могло бы помочь в текущей ситуации? Знаю уже ответы ваших коллег, но хотелось бы ваше мнение тоже услышать. – Ну, ресторатор обращается и к местным властям с различными просьбами уменьшить налоги до конца года, какие-то компенсации за коммунальные услуги. И из того, что у нас уже получилось, ну, отсрочка по кредитам в банках каникулы, у нас получилось договориться с большинством. Наверное, это вот самое главное, самое полезное. То есть каких-то особо других плюсов. А, ну, наверное, то, что еще налоги некоторые перенесли. Но и то их не отменили, да, их, получается, перенесли. То есть к концу года мы получим огромную сумму платежей. И если экономика не выправится к тому времени, то, конечно, легче не станет. Если выправится, ну… То есть мы пока не понимаем, условно говоря, нам смерть отсрочили или все-таки мы сможем выжить как-то в конце года. Андрей, мы задавали нашим слушателям такой вопрос. Правда, слушатели не собрались и не позвонили. И вообще сейчас я заметила тишина такая в эфире, какую бы ты ни взяла тему. Это не значит, что они не слушают, потом пишут и комментируют или звонят после эфира. Но вот как-то в эфир не очень активно выходят. Но вопрос был такой. Мы приводили пример Китая. Это не повсеместно распространенная практика по странам. Но у нас из точки, собственно говоря, из эпицентра, из очага три недели назад был выход. Нам говорили, что кафе и рестораны не закрывались. В Китае был применен следующий метод. Можно было приходить по 2-3 человека, не больше. Рассадка через стол, обслуживание официантами в перчатках и масках для того, чтобы, а, поддержать экономику этой сферы, и, б, чтобы люди, вот тут Иван часто об этом говорит, и я с ним не могу не согласиться, чтобы люди понимали, что не всё там изменилось в привычном ходе событий и моральная какая-то... Для чего ходят в кафе и рестораны, чтобы встречаться, разговаривать, и жизнь как-то продолжалась. Если бы у нас такую меру ввели, считаете ли вы, что она была бы действительно эффективной почему-то, если не с точки зрения экономики, то с точки зрения моральной поддержки и тех, и других? Или сейчас в этот момент не время, но, например, через месяц надо бы это сделать? В марте ещё до карантина очень сильно у всех упали выручки, то есть в последнюю неделю выпадение было примерно 60%. И Москва, например, они молились, чтобы их как-то закрыли, чтобы они с арендаторами могли разговаривать, потому что пока государство не закрыло рестораны, арендаторы шли, арендодатели не шли на разговор, они говорили, что вы же открыты, в чём вроде вопрос. Поэтому, когда всех закрыли, хотя бы получилось немножко с арендодателями договариваться. Если откроют нас сейчас, то тут, в общем-то, зависит опять же от арендодателя. Если они придут и скажут, что «А, ну вы открыли, давайте платить старые аренды», то смысла открываться нет, потому что мы понимаем, что это будут единичные гости, трафик будет очень низкий, но при этом нам надо выводить официантов, поворот. То есть просто ежедневные расходы могут превышать доходы. То есть эта полумера, она скорее будет бременем для вас, нежели каким-то там источником дохода? Да, то есть тут с нами либо уж открыть и работать полноценно, причём вот про тот же Китай, там тоже есть сейчас информация, что да, открыть открыли всех по полной, но кругом говорят, что вы лучше никуда не ходите. И опять же рестораторы, гостиницы, все сидят, говорят, вот вы вроде работаете, нам работать можно, только к нам никто не ходит. И это вот самое страшное, что нас ждёт, что, допустим, карантин снимут в июне, в июле, да, неважно, но мы ещё несколько месяцев просидим без гостей. Поэтому мы ещё, наверное, на доставку сейчас пытаемся фокус сделать, потому что понимаем, что это не только на месяц-два спасение, но и, может быть, на полгода спасение, а может быть, до конца года единственное спасение. Ещё один вопрос, вот частично об этом говорили в первом часе. Что случилось, что произошло с продуктами, которые закупали рестораны и кафе для своей работы? Нам говорили коллеги, что пришлось запас продуктов, ну вот просто раздать по сотрудникам каким-то образом. Что вы сделали, был ли у вас такой остаток продуктов запаса, что вы с этим сделали, это первый вопрос. И второй, а поставщики-то сами продуктов, они что говорят, они потеряли что-то, или это не слишком большой был объём продуктового товара, и они там переориентировались на магазины, на ритейл. Значит, ну у нас история та же, пришлось раздать сотрудниками, то есть процентов 70-80 товаров, это скоропортящиеся товары со сроком хранения до месяца, мы это всё раздали сотрудникам. У нас в складах пока осталось только то, что заморозки с сроком хранения год и больше. Соответственно, когда мы начнём работать, нам придётся опять это всё по-новой закупать, а долги поставщикам тоже остались, потому что рестораторы все ушли из марта с долгами по аренде и поставщикам для того, чтобы выплатить зарплаты за марта. То есть эта ситуация абсолютно практически у всех одинаковая. Все они заплатили поставщикам-арендаторам, чтобы заплатить зарплаты. Соответственно, поставщики пока ведут себя тоже все понимающие, то есть они понимают, что происходит, но как только мы откроемся, готовимся к переговорам, к звонкам и к давлению. Плюс на каждый объект надо найти суммы от 100 до 400 тысяч, чтобы сделать оперативный закуп продуктов. То есть рестарт заведения, это тоже будет стоить определённых денег для каждого ресторана. И вопрос, будут ли готовы к этому моменту сами поставщики? Что с продуктами вообще случится в стране и в мире? Ну, в том числе. Но мы ждём, что цена вырастет, то есть то, что происходит. У нас же тут всё сложилось, и экономика, которая с 2014 года падала, и потребление, то, что падало, точнее, доходы населения реальные. И тут ещё нефть, курс, коронавирус. И, конечно, мы, с одной стороны, ждём падения среднего чека, падения количества чека, а с другой стороны, рост цен на продукты. И последний вопрос. До перерыва нам надо будет уйти на рекламу. Андрей, всё-таки мы обсуждаем вопрос, такой вопрос, можно ли на уровне региона действительно, на ваш взгляд, принимать решение правительству о каких-то мерах поддержки для общепита? Или, как нам многие уже говорят, что всё федералы, федералы оттуда ждём, что мы можем сами? Не многое. На самом деле, достаточно много могут и местные власти. Мы же платим налоги практически все здесь. Я вот по НДФЛ не знаю. Но он, по-моему, тоже... Он расщепляется, часть идёт на местные бюджеты. Часть на местные. А коммунальные платежи, взаимодействие с коммунальными организациями, это всё можно решать на местном уровне. И это компетенции местной власти. А они сейчас вот это слушают, с вашей точки зрения, с вашего восприятия слышат, прорабатывают, или вы пока не видите, не ощущаете это? Ну, делают вид, что прорабатывают, но пока конкретных шагов не было. Плюс на какие-то конкретные... Всё, что касается денег, они обычно говорят, что это вроде неэффективно, давайте дальше думать, не торопите нас. А то, что не касается денег, типа коммунальными службами, они говорят, что давайте конкретные претензии, будем разбираться, будем решать вопрос. Как-то в вашем... Поэтому пока на местном уровне ничего. Не чувствуется, что... Не слышится, что вы чувствуете поддержку? Пока не ощущаем. Очень много слов, очень много букв, но вот здесь и сейчас, чёткого и понятного, это только вот федеральные аналоги, то, что нам отсрочки сделали. Но власти не закрылись. Они, по крайней мере, хотя бы встречаются и разговаривают. Просто пока... Ну, хотя бы, да. Хотя бы. Пока не решаются принять какие-то, на ваш взгляд, там, существенные меры. Спасибо. Да, но я понимаю, что это для них тоже тяжелое решение. Это да. Спасибо большое, Андрей Несвятаев, «Культура гостеприимства». Мы сейчас прервёмся на короткую рекламу и продолжим наш разговор с Иваном Полушкиным, управляющим совладельцем бара «Конструктор практик», и с вами, слушатели. Партнёр программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Мы продолжаем программу. Осторожно, двери закрываются. Кировчане лишатся после эпидемии или могут лишиться после эпидемии многих излюбленных мест отдыха. Под знаком вопроса. Почему? Потому что, ну, действительно, есть заведения, которые оказались не в лучшей ситуации и которые точно не могут наладить хотя бы какую-то доставку еды на дом. Вот, и есть те заведения, то есть речь идёт о тех заведениях, которые больше, чем просто еду продавали, а устраивали экшн, культурную программу и так далее. Вот, и есть, наверное, те, кто как раз занимался, ну, делал уникальное торговое предложение и сейчас может это уникальное торговое предложение перевести уже в разрез, в плоскость доставки на дом. Согласны ли вы вообще вот с таким делением, Иван, то, что привёл в пример Андрей сейчас Несветаев, руководитель культуры гостеприимства? Ну, да, это точно, с Андреем я согласен в основном. То есть про фабрику, про эмоции, вот точно так же у нас же. В «Конструктор практик» это бар, это лектории, концерты. То есть я могу по себе сказать, то есть примерно вообще шёл так-то сезон концертный на самом-то деле. То есть зима — это концертный сезон. То есть у нас сместилось около 19 концертных различных мероприятий на осень. Когда у вас последнее прошло мероприятие? Какое было? 20 марта. 20 марта был последний, нет, был последний именно концертный программ, а вот вечеринки и так далее у нас последний, вот 27 числа в 12.00 мы закрылись. То есть уже 28-го как бы нельзя работать, поэтому мы вот до нулей работали, до без 15, чтобы соблюдать закон. Ну я так понимаю, ваш вопрос Андрею как раз был связан с тем, что у них уже была и есть отлаженная система дистрибуции, и есть товар, который они могут как раз продавать на вынос. А у вас, я так понимаю, такого пока нет или уже есть? Я могу рассказать, чем мы сейчас занимаемся. То есть мы занимаемся тем, что всё, как, в принципе, все остальные, мы перевели всю нашу деятельность в режим онлайн, в прямые эфиры, в рассказы о сотрудниках, в рассказе о разрезе, как бы, деятельности и так далее. Это не про деньги. Это не про деньги, это для поддержания интереса, во-первых, ребят, которые к нам ходили и надеюсь, что будут дальше продолжать ходить. Во-вторых, это ребят как-то собирает, они чем-то занимаются и так далее. То есть такая, скажем, командная игра. То есть сейчас рассматривается, я так понимаю, что момент с доставкой алкоголя. Было предложение, кстати говоря, и оно было озвучено на вчерашнем тоже совещании бизнесменов с правительством. Эту тему правительство не поддержало пока что. Да, они, нет, на самом деле, да, вот я прочитал про этот момент, что они сказали, отодвинули, в общем, этот вопрос абсолютно. На самом деле, для нас это было бы, наверное, каким-то выигрышным моментом, потому что у нас ряд авторских коктейлей очень был востребован среди наших посетителей. Тут есть момент, над чем подумать. То есть мы бы могли хотя бы об этом подумать. Сейчас вся наша деятельность, она вообще не про деньги. Она только про поддержание интереса к нам с надеждой на то, что по хорошему сценарию в июне мы откроемся. Вот как-то так. То есть для меня хороший сценарий — это июнь, второй основной сценарий — это сентябрь, когда мы уже не откроемся точно. Хотя этот вопрос непосредственно к вам не относится, наверное, но насколько здрава идея создавать вот сейчас то, что предлагает культура гостеприимства, и, наверное, скоро выйдет на рынок свой агрегатор местный по доставке еды и с предложением к другим рестораторам воспользоваться этим агрегатором? Ну, я считаю, что абсолютно верным решением нужно было. Тут о чем? О том, что сейчас мы делаем многие вещи, производим новые продукты, так скажем, на рынок их отдаем, те, которые мы, в принципе, и так должны были делать. Вот, то есть агрегатор и так должен был быть, но ситуация нас подтолкнула, и Андрей первый, кто до этого додумался. Он большой молодец, да? То есть мы точно так же, у нас там программа должна быть в режиме онлайн и так с самого открытия заведения, но мы сейчас этим занимаемся, потому что там больше другой операционной деятельности это и нет, кроме как разбирать с поставщиками и так далее. Вот, поэтому, как бы, кризис, опять же, какой-то новый подъем, но пока это все не про деньги. То есть это про перспективы, скорее. А это такая, понимаешь, представь себе, Олег, история. Я сейчас вот думаю, что счастливо те люди, которые не просто в Зуме работают, как многие из нас, да, практически все, и дети, и взрослые, а еще и могут в Зуме устраивать дружеские вечеринки или заказывать вечеринку у клуба как конструктор-практик, потому что эти платформы дают возможность собираться большому количеству людей, и вот конструктор-практик может устраивать электронные вечера, там, рецепты коктейлей, но когда, если нельзя доставлять, то хотя бы готовим дома вместе с нами секреты от нашего бар-шефа и прочее. То есть, ну, это все, мне кажется, совершенно замечательная идея. Но вы сейчас так воодушевлены, извините, что перебью. На самом-то деле мы уже, вот этот момент воодушевления, мы прошли, ну, вот примерно недели две назад, когда поняли, что... А у вас такое же было ощущение, да? Да, что все, мы вот сейчас вот просто какое-то новое веяние, мы все это сделаем. На самом деле практика всех, вот прям резко, ну, все там бары, заведения, которыми я слежу, там, московскими, какими-то заграничными, все через это прошли и очень быстро ушли, потому что никто ничего не смотрит. Ну, то есть, вот так, как бы мы хотели, чтобы нас, например, смотрело там, вот посещало нас 500 человек за пятницу, чтобы нас 500 человек смотрело, никто нас не смотрит. Смотрит нас, а единовременно доходило до 60 человек. Но там в перспективе там смотрело, например, 900. Ну, как бы вот... Но это потом досматривали, а в онлайне не встречаются. В онлайне нет, вот 60 это был рекорд. То есть, в основном смотрит 15 человек. А для того, чтобы сделать, например, какой-то музыкальный вечер, нужно потратиться там транспорт, оборудование, люди, которые... В общем, все это вот не очень пока весело, на самом деле. Не настолько мы диджитализованы сейчас. Да, тем более, все-таки концерт и вечеринка — это ощущение, это эмоции от встречи, от каких-то там вибраций и так далее. Это все равно не получить через экран. Но это дает нам надежду, что мы не осядем окончательно дома, не осознаем, что можно вообще никуда не выходить, прикрутить себя к креслу, наращивать жир и только получать онлайн все удовольствия этой жизни. Тут, с этой точки зрения, это все-таки вселяет надежду. У меня почему-то есть еще одна крамольная мысль о том, что карантин рано или поздно пройдет. И рано или поздно все равно нужно будет... Люди захотят идти в бары, рестораны, кафе. И если какие-то площадки уйдут, есть ли риск, что на них зайдут... И я почему-то предполагаю, что на них могут зайти крупные какие-то федеральные игроки, которых до сих пор здесь не было. Для меня это, на самом деле, не очень хороший был бы знак, сигнал. Почему еще? Потому что уезжаю в другие регионы, в соседние, в Йошкар-Ле, например, когда общаюсь с людьми, общался ранее, мне говорили, что мы ездим в Киров, у вас такие классные точки общепита, мы любим сходить в рестораны, просто классно, вкусно поесть, очень душевно, гостеприимно и вкусно. Да. На последних минутах нам удалось дозвониться до Юлии Долгооршиной, генерального директора шоколадницы Киров. Юлия, добрый день. Здравствуйте. Мы следим сразу вам, скажем, меня зовут Светлана Занько, Олег Прохоренко здесь со мной, и Иван Полушкин, конструктор практик. Мы следим и за тем, что вы пишете в своем Фейсбуке, Юлия, и, конечно же, понимаем, что предприниматели — это те люди, которые никогда не складывают руки, и что бы там ни случалось, что-то предпринимают. Вот что касается вашего бизнеса и ваших заведений, то сразу скажу, три минуты у нас остается. Какова ситуация сейчас, и есть ли у вас план Б? Ситуация, естественно, невеселая. Я думаю, что для большинства ситуация того, что мы не имеем права работать, это самое худшее, что может произойти. На сегодняшний день, мне кажется, хуже ничего быть не может. Мы имеем возможность работать, у нас есть для этого персонал, все мощности, у нас есть для этого клиенты, гости, а работать мы не можем. Поэтому, конечно, это худшая ситуация. На сегодняшний день на нашу группу компаний входит не только шоколадница, но и розница. Мы пытаемся работать на доставке. Почему пытаемся? Потому что это капля в море все-таки, исходя из тех объемов, которые были до этого. И я, насколько знаю, что доставка в принципе, во всей сфере общественного питания, в принципе, капля в море. Она никак не может помочь сейчас в этой ситуации вырубиться. План Б. Ну, естественно, мы предприниматели, действительно, что-то пытаемся предпринимать. Яму нельзя перепрыгнуть на 98%, поэтому барахтаем все, как можем. И, вы знаете, если честно, у меня даже не план Б, а уже заканчивается алфавит и начинается заново, потому что мы ежедневно что-то делаем новое, что-то придумываем, потому что изменяется все просто молниеносно. И если сейчас все-таки отсидеть, это время тихо, то, наверное, уже из этого карантина не выйти. А если сейчас максимально пытаться хоть что-то делать, то шанс есть. То есть взбиваем лапками? Ну, да. А какие варианты еще? Нам вариантов больше никаких не предоставили, поэтому пытаемся как-то сами. Мы сегодня говорим узко по теме как раз общественного питания, по теме кафе и ресторанов, баров. И, наверное, ключевой вопрос, который звучал в связи с объявленным закрытием уже окончательно фабрики, и с Андреем Несвятой им сегодня говорили, откроется ли после снятия карантинных мер шоколадница, а может быть, откроется две или три? Я могу сказать, что шоколадница точно откроется, а дальше уже будем смотреть, в каком формате мы дальше будем работать. Мы сейчас работаем как некое окно выдачи, мы работаем на кофе с собой, десерты с собой. Все остальное, весь зал у нас ограничен, в него пройти нельзя. Поэтому однозначно шоколадница у меня откроется, дальше будем смотреть уже в каких форматах и в каком количестве. Спасибо. Спасибо большое. Юлия Долгаршин, владелец кофейни «Шоколадница». Кстати, у Юлии несколько же магазинов еще одежды. Одежды, мужской в том числе. И вот это тоже была бы тема для разворота на бизнес, если разворот и бизнес не уйдет тоже на карантин и сможет возродиться после этого. Ну, время нашей программы подошло к концу. Есть еще минута, чтобы... Подвести итог? Да, подвести итог. И я бы, конечно, эту минуту предоставила Ивану. О-о-о. Да, можно пожелать себе и коллегам чего-нибудь и людям. Я про то, что все равно это когда-нибудь закончится, во-первых. Во-вторых, все равно все вот эти переходы на онлайн-режимы, на какие-то там бесконтактные доставки, все равно это людей немножечко удручает. И когда все закончится, вот я прям представляю какой-то кадр из фильма «Катастрофа», когда все выходят, светит солнце, можно сжать друг другу руки, обниматься и спокойно проводить свое время с родными, близкими, друзьями и так далее. И полный аншлаг в конструктор практик. Было бы неплохо. Да, я бы поддержала вас обоих. Коллеги, вы высказались по этому поводу уже в нашей программе. Я тоже хочу сказать, что в этой ситуации очень важно всем друг друга поддерживать. И надо понимать, что вопрос конструктора практик «Шоколадница» или «Фабрики», это не только вопросы владельцев, а это и наш своим вопрос. Потому что там работает тетя Маша уборщица, Ваня студент-официант, он чей-то друг, племянник, брат и через седьмое рукопожатие с вами так или иначе связан. И точно так же хорошо бы, чтобы о вас тоже думали люди. То есть мне кажется, что только ждать мер от правительства это не самая верная стратегия, потому что, вот еще раз, как ты договоришься с арендодателем, насколько сами поймут те люди, которые обеспечивают там свет, электричество или еще что-то. Куда мы будем тратить свои деньги, как мы их распределяем. В этот момент, если ты думаешь не только о себе, а думаешь чуть пошире за рамками своей квартиры, работает, на мой взгляд, это работает более эффективно. Давайте друг друга поддерживать, давайте думать не только о сиюминутном своем кошельке, но и о том, что будет завтра, а это завтра всегда связано с другими людьми. Спасибо. Это был разворот на бизнес. Хорошего всем дня. Хорошего всем дня. Светлана Занько, Олег Прохоренко, Иван Палушкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова